Друзья, всем привет! Меня зовут Анна Егорова, я бизнес-директор категории Wellness СНГ. Сегодня мы обсудим очень важную тему – как работать с сомнениями и возражениями нашего клиента при оформлении сделки на продукцию. Итак, прежде чем перейти к методологии работы с возражениями, я бы хотела немного дать определение, а что же такое возражение и в чем основное отличие от жалобы. Итак, возражение – это любое высказывание или несогласие клиента, которое препятствует продолжению отношений на текущий момент. Если сравнить с жалобой, жалобой – это когда уже действие свершилось, и клиент высказывает вам свое недовольство либо сделкой, либо продукцией, либо сервисом, который ему оказали. Важно помнить, что возражение – это то, что еще не произошло, и мы можем с этим работать для того, чтобы перевести это в формат сделки. А жалоба – это уже свершившийся факт действия, с которым, ну, давайте будем честными, весьма сложно работать. Но хочу сказать, возражение на самом деле – это действительно хорошо. Не пытайтесь сразу возражение перевести в негативный окрас. Давайте разберем, почему же. Первое. Когда клиент возражает, значит, это то, что он внимательно вас слушает, интересуется тем, что вы ему рассказываете. Второе. Он показывает вам некую заинтересованность в продукте. Когда он высказывает свое возражение, особенно что касается качественного состава продукта, либо его свойств и так далее, он действительно уже заинтересовался, а что же там внутри, и, возможно, просит вас, попробуйте меня переубедить, покажите мне обратную сторону медали. И, конечно, третье, что важно помнить – возражение от клиента – это возможность изменить его точку зрения. Он практически вам всем видом показывает на то, что давай, попробуй, убеди меня, покажи мне, что это действительно работает по-другому. Но, чтобы знать, как работать правильно с возражениями, давайте немного пройдемся по психологии клиентов. Выделяют в продажах три самых основных типа психологии клиента. Первое. Клиент, когда у него есть какой-то определенный негативный опыт, и он практически либо негативно реагирует на ваше предложение, потому что в предыдущих сделках его обманули, продали некачественный продукт или услугу, и он просто боится доверять на данном моменте вашей активности. Поэтому, когда он задает вопросы, таким образом он несколько подстраховывается. Отнеситесь к этому с пониманием. Основная ошибка в моменте тех, кто продает клиенту с негативным опытом, мы сразу пытаемся его завалить аргументами. Мы перестаем как будто его слушать. Мы пытаемся включить нашу защитную реакцию, и тем самым приводит к тому, что сделка не осуществляется. Поэтому в этот момент вам нужно несколько присоединиться к нему, задавать больше вопросов, для того, чтобы узнать, какой же опыт был у клиента, и почему он так недоверчиво относится к вашему предложению. Второй тип клиента достаточно сложный. Это тот, кто любит всегда все контролировать. Я думаю, что вы наверняка встречались с такими клиентами в рамках ваших встреч. Это тот человек, который пытается показаться хозяином данной ситуации. Он знает, как правило, все, и он, скорее всего, будет управлять вашим диалогом. Здесь очень важно. Не спешите продавать ему. Попробуйте его разговорить. Расположите, заведите какие-то общие темы. Попробуйте немножечко даже отойти от продукта, а больше поговорить про философию, про ценности компании, либо продуктовые истории, которые вы позиционируете. Можно даже сказать комплимент. Ну, чтобы наш клиент, наш хозяин положения немного растаял, и все-таки больше к вам расположился. Не спорьте ни в коем случае, потому что с данным типом клиента любой спор приведет к тому, что сделка не будет завершена до активного действия. Ну и, конечно, если он показывает всем видом, что ему неудобно, что сейчас он куда-то торопится на встречу, не пытайтесь ему вложить сразу и все в один звонок, либо в одну встречу. Попробуйте договориться и изменить место и встречи для следующего раза. Помните, что перед вами хозяин положения, и он старается все контролировать, поэтому интегрируйте свое расписание и согласуйте новую встречу. Ну и третий вид клиента, который мы называем человек-инициатор сомнений. Он пытается все абсолютно положить на плоскость сомнения, он не верит, у него нет негативного опыта, он не пытается контролировать ситуацию, он просто хочет, чтобы вы аргументированно ответили на все его вопросы. И здесь интересно, вам нужно выстроить свое поведение таким образом, чтобы железными, четкими и правильными аргументами рассказать про продукт, про услугу, про активности, которые вы пытаетесь предложить данному клиенту. Ну что же, я думаю, вы готовы следовать дальше. И сейчас мы разберем тему, как же правильно отрабатывать, прорабатывать сомнения и возражения наших клиентов. Первое. Никогда не говорите, что я вас понимаю, но вы должны несколько присоединиться к клиенту, когда он задает вопросы, либо сомневается. Вы можете использовать такие фразы, как «я сама раньше тоже так думала, однако меня убедила», и вы показываете железные аргументы. Например, вы можете присоединиться таким образом, чтобы ваш клиент почувствовал, что вы с ним. Давайте вместе обсудим, давайте вместе рассмотрим. Вы задавайте вопросы. Мне важно понять, почему у вас сложилось такое мнение касательно данного продукта. Старайтесь использовать максимально открытые вопросы, чтобы ваш клиент имел возможность продолжить дискуссию. Еще поделюсь несколькими фразами, которые можно использовать в данной технике. «Я согласен с вами, что…» И продолжайте мысль клиента. Таким образом вы психологически присоединяете его к своему решению. Всегда важно подумать, прежде чем принять решение, подскажите, что вам необходимо для этого сделать. Вы тоже его как будто толкаете к определенному действию. И когда клиент вам задает вопрос, всегда похвалите. Вы задали очень интересный вопрос, похвалите своего клиента. Таким образом вы покажете, что вы его слушаете, вам важно, что он задает вопросы. И более того, что вы готовы поделиться железными аргументами, почему именно ваш продукт, ваша услуга и ваши активности действительно гораздо выгоднее, чем от других производителей. Следующий момент – проработки возражений. Вам нужно отработать, какие же причины недоверия у клиента. Почему, собственно говоря, у него возникает такое количество сомнений в рамках вашего диалога. Задавайте вопросы. Можно даже рассмотреть следующие варианты. Например, клиент вам говорит, вы знаете, меня что-то смущает это предложение. Вы можете ему ответить, так, я вас услышала, а что конкретно вас могло бы заинтересовать в рамках нашего портфолио. То есть вы таким образом даете возможность ему лавировать между предложениями, которые у вас есть на сегодняшний момент. Либо вопрос, клиент говорит, мне, пожалуй, это не очень интересно. Вы также предлагаете, давайте посмотрим, что же может быть вам интересно. Таким образом вы еще больше задаете вопросов и понимаете мотивацию клиента на ту или иную покупку из вашего ассортимента, который вы ему предлагаете. Ну и, конечно, не забываем, необходимо всегда осуществить некий призыв, действие, которое должен совершить ваш клиент в рамках вашего диалога. Когда он вам говорит, например, у вас очень цены высокие, вы задаете вопрос, так, давайте обсудим, а какие цены вас, в принципе, устроили? Что конкретно клиент показывает, что это действительно дорого? В каком продуктовом ассортименте? Поэтому задавайте вопросы и используйте механику призывов для того, чтобы завершить сделку и отработать возражения. Еще очень важный момент. Всегда давайте возможность клиенту предположить. Вы бы подумали о моем предложении, если бы не ограничите себя фантазией. Например, это может быть, если мы берем мою любимую категорию wellness. Вы бы рассмотрели мое предложение на покупку протеинного коктейля, если бы я вас пригласил на лекцию в мой wellness-клуб, где я расскажу как раз о пользе белков, о том, как он работает и почему важно употреблять регулярно достаточное количество протеинов в течение дня. Мне кажется, таким образом вы покажете и свое расположение, свою заинтересованность и то, что вы не только фокусируетесь на конкретной сделке в этом моменте, а вы хотите на развитие долгосрочного сотрудничества с данным клиентом. Или, например, вы предлагаете портфолио, где большое количество вариантов косметики, помад, туши для ресниц. Вы можете спросить его, если я вам сделаю скидку, то тогда вы готовы купить? Таким образом вы тоже показываете свою заинтересованность, вы показываете свой козырь, который вы выкладываете для своего клиента, чтобы все-таки в итоге он сделал выбор в сторону вашей продукции на переговорах. Идем дальше. Не забывайте предлагать какие-то альтернативы или спрашивать. Очень часто бывают ложные возражения на встречах с нашими клиентами, когда клиент может торопиться куда-то, либо у него мысли заняты другим, а мы стоим здесь с прекрасным каталогом, с прекрасным ассортиментом и пытаемся совершить сделку. Задайте вопрос. Кроме того, есть ли у вас еще какие-то причины, которые на данный момент мешают вам принять решение для покупки? Таким образом вы еще раз покажете свою заинтересованность и заботу о вашем потребителе. А это очень важно в рамках выстраивания долгосрочных отношений. И еще такое важное напоминание в рамках работы с возражениями. Если клиент на данный момент совершенно не готов принять решение, он не готов дальше к продолжению дискуссии, отложите это на какое-то время. Но обязательно договоритесь о следующей встрече. Либо созвониться, либо устроить в формате переписки, либо, соответственно, договориться о оффлайн-встрече. Помните про то, что никогда не нужно сильно наседать и заставлять клиента сделать покупку здесь сейчас, потому что тогда может быть обратная реакция и ощущение клиента о том, что он так и не оказался услышанным своим продавцом. Поделитесь своей личной историей, расскажите о самых успешных историях, которые случились с вашими клиентами, которые попробовали продукт, либо услугу и действительно получили невероятный результат и остаются с вами на долгосрочной перспективе. Предложите подумать о том, что если человек не приобретет ваш продукт, какие могут быть интересные варианты решения и в этом случае. Ну и, конечно же, пробуйте аргументы, которые помогут зацепить немного финансовые показатели вашего клиента. Ничто так хорошо не работает, когда мы показываем наглядно какие-то расчеты. Например, если мы будем использовать питательный коктейль для контроля веса на ежедневной основе, и стоимость одной порции будет такая-то. И в то же время вы пересчитываете. А вот давайте сравним с тем, сколько вы тратите на бизнес-ланч, либо на покупку булочки и кофе, когда ваш клиент видит экономическую еще выгоду от приобретения ваших продуктов, и помимо этого еще складывается история с успехом, который он получит, и результатом в рамках этой покупки, то поверьте мне, ваш клиент 100% будет на вашей стороне и захочет приобрести, попробовать этот продукт. И в заключении работы с возражениями никогда не забывайте о том, что вам всегда нужно правильно и корректно завершить вашу встречу. Правильно нужно отработать те возражения, которые были. Поэтому всегда используйте такие вопросы. Что скажете конкретно на предложение, на ту информацию, которую вы рассказали вашему клиенту? Давайте рассмотрим. Возможно, какие-то опции, какие-то варианты, либо новую встречу. У вас еще остались вопросы? Покажите заинтересованность к вашему клиенту о том, что вы действительно беспокоитесь о том, может быть, какие-то вопросы дополнительные остались у клиента, которые вы еще не разобрали вместе. И, конечно же, не забывайте предлагать новинки, какие-то интересные предложения, которые у вас есть в рамках вашего портфолио. Вам будет это интересно? Вы задаете уточняющий вопрос. И когда вы практически довели до сделки, контрольный вопрос, согласитесь, это же очень выгодное предложение. Но этот вопрос нужно всегда использовать после железных аргументов. Когда вы все проработали, когда вы доказали, и вы видите, что сомнения и возражения у клиентов все меньше и меньше, а то не просто исчезает, то конкретно вы сейчас можете уже сделать ему предложение. И более того, показать, насколько оно важно и ценно. Ну и давайте буквально пару примеров сейчас с вами разберем, и вы подумаете о том, какие аргументы, какие вопросы можно было бы задавать в рамках ситуации. Например, если дорого, вы можете присоединиться к данному утверждению от клиента и сказать, согласна, что цена имеет немаловажную роль в данном предложении. Но скажите, здесь у вас уже пошел вопрос, для вас это сейчас самый важный критерий при принятии решения, учитывая, что мы говорили про качество, про безопасность, про функциональность и комфорт. Вы должны узнать истинные возражения вашего клиента. И аргумент. Давайте я конкретно расскажу вам, в чем отличие. Вы говорите факты, и вы используете выгоды, которые получит клиент в рамках покупки вашего предложения. И закрываете сделкой, когда вы уже все рассказали, вопросом, что скажете конкретно на это предложение. И еще один пример. Я уж решила попробовать разобрать примеры, где у нас основной вопрос. Это дорого, потому что это наиболее часто встречающаяся история в наших встречах. Итак, а что если дорого? Присоединение, которое отрабатывает партнер. Всегда важно обдумать, чем принять решение. Вы можете ответить своему клиенту. Не кидайтесь сразу убеждать его в том, что это недорого абсолютно, потому что цена и стоимость всегда для каждого она разная по смысловому значению. Вопрос. А как вам в целом предложение? Вот если отбросить цену, что вы конкретно думаете про продукт, про предложение, про ту активность, которую вы предлагаете? Аргумент. Это уже следующий этап в рамках отработки с возражениями. Вы говорите, хорошо, вы можете пока сейчас не принимать решение, но я вам хочу отправить абсолютно всю информацию, касающуюся этого продукта. И потом мы с вами созвонимся буквально через два дня, как только вы изучите все. Что скажете на это? То есть у вас по факту достаточно простой диалог может получиться, но вы по блокам пройдете абсолютно все этапы отработки возражений с вашим партнером. И, мои дорогие, вы сейчас послушали лекцию о том, что такое возражения и сомнения, и как с ними работать в самом простом и базовом варианте. Но чтобы закрепить ваши знания и чтобы вы все-таки начали и пробовали максимальных отрабатывать, я хочу вам дать домашнее задание. Записывайте. Первое. Вы пишите для себя самые частые возражения и сомнения, которые встречаются у вас с вашими клиентами. Не скупитесь. Возьмите лист и прям максимально все выписывайте. Возможно, вы что-то забыли, поэтому я предлагаю вам максимальное количество, давайте 50 возражений, которые вам сказали ваши клиенты. И второй пункт домашнего задания. Пропишите по алгоритму, который мы сейчас с вами изучили, это присоединение, вопрос, аргумент и закрытие с самой наболевшей возражения, которые вам встречались, исходя из того списка, который вы подготовили по пункту 1. Таким образом, практикуясь и дома, и практикуясь в рамках работы с своими клиентами, вы все больше и больше будете оттачивать свое мастерство. Во-первых, услышать ложные и истинные возражения и, конечно же, уметь активно и аргументированно с ними работать. Желаю вам успехов в продажах и до новых встреч! Продолжение следует...